приветствую дорогие друзья это снова я как один человек недавно в комментариях назвал человек который любит двойные очки да действительно это очень удобно когда одни очки надеваешь поверх других но я не про это мы начинаем наш путь из калифорнии западного побережья на восточное побережье мы находимся сейчас рядом с озером таху которая находится в горах сиера через несколько миль у нас будет уже не штат калифорния а штат невада и мы проедем через всю страну начиная от западного побережья восточного побережья потом мы спустимся на юг майами проедем вдоль всего залива мексиканского потом проедем вдоль залива еще через луизиану миссисипе техас нью-мексико аризона и дальше доедем до сан-диего из сан-диего мы поднимемся обратно в сан-франциско и сан-франциско мы обратно приедем сакраменто сорян уже заговаривалось вот в самом начале нашего пути и мы будем документировать все показывать вам что происходит до встречи в эфире увидите вместе с нами как меняются пейзажи покажу вам горы настоящие калифорнийские горы сиера там где много всего происходит там где мыли золото там где была золотая лихорадка посмотрите дороги и посмотрите соляную пустыню буквально через пятьсот шестьсот миль у нас будет солд лейк сити ехать по абсолютной плоской поверхности вдоль высохшего соляного озера после последних моих видео с частасом мне очень много людей написал о том что какой же ты дурак что променял нашу прекраснейшую россию с ее прекраснейшими пейзажами на эту ужасную америку где от бургеров ты просто вспухнешь не взорвешься однажды вот решил вам показать горы сиера сейчас сиера калифорния дальше будет сиера невада где-то здесь в этих горах находится озеро тахо мы с вами сейчас остановились на специальной площадке называется площадка для просмотра красоты так и называется vista point снизу у нас вон там озеро траки озеро траки перетекает прямо через речку через небольшое расстояние в озеро тахо хочу вам показать вот эти вот калифорнийские красоты последних комментариях меня народ загнобил говорит зачем ты променял эту нашу российскую красоту на эту фуфлыжную американскую никчемность вот хочу чтобы вы посмотрели на эту американскую отстойную никчемность вот горы озерцо а вот там смотрите сейчас покажу вам приближу до сих пор улежит снег хотя сегодня здоровый но вот блин хваленые американские дороги широко красивые ехали-ехали и нежданно-негаданно попали в пробку специальный сюжет для хейтеров видите в америке тоже бывают пробки на магистралях на федеральных трассах не все так гладко видимо что-то не так в этой америке пробка прямо в горах пробираемся через пробку ребята вот на соседних полосах говорят что эта пробка полтора часа еще будет так что мы застряли здесь в горах сиерра невада надолго и прикольно что что люди останавливаются открывает окошки начинает с тобой разговаривать начинают узнавать кто ты откуда сами рассказывают очень доброжелательные очень дружелюбные товарищи вот сейчас с одним который едет спереди поговорили то есть мы его просто обогнали точнее он нас обогнал мы за ним пристроились поговорили с ним а иисусе кто такой иисус ну а глиб сам паза и до полоски и 3-го наема гад ваул джи 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 логи и 2 а другая машина девушки там высунулись поспрашивали откуда они кажется salt lake city изヒут и вот так что пробка это тоже хорошо знакомишься с людьми и можно провести хорошо время надеюсь что у вас также поздравьте нас но вот прошло всего лишь полтора часа и мы выбрались из-за этой ужасные горные пробки мы уже сейчас в неваде только что пересекли границу черту красную линию которую постоянно кто-то не хочет пересекать а кто-то чертят при въезде в неваду мы сразу видим что народ хочет поиграть рекламка и здесь сейчас везде будет реклама казино и мы раскрыли причину этой пробки оказывается в неваде сделают дорогу обновляют трассу кладут новый асфальтик казалось бы лучше не бывает нет бывает эффект именно поэтому мы застряли на полтора часа а должны были уже ехать где-то по негадовской пустыне вот они виновники наших страданий надо же было им начать класть асфальт именно так когда мы поехали не раньше не позже но в общем горы калифорнии сменились приборками невады вот так в общем то выглядит невада мы заехали в город рено пишется р-г-н-о рено справа от нас там там с казино со всякими там игровыми зонами а знаете почему потому что именно здесь в неваде разрешено казино калифорнии не разрешено в неваде разрешено немногие калифорнийцы на свои выходные собираются и едут сюда в рено для того чтобы поиграть в рено поиграть в казино вот такой город рено проехали мы город рено движемся дальше хочу вам показать вот такой пейзаж прекрасный невадский пейзаж чувствуете какой класс красотища мне кажется что сейчас горы индейцы спустятся вот смотрите какие горы и покрушат тебя своими это парами и самогавками и вообще фарш а вот танцевых спереди смотрите лошадька такая и до сих пор еще снег а чего нет и снег мы едем на 102 градуса 102 градуса это сколько у нас где-то 45 45 цельсия на улице прошло еще полчаса и мы проезжаем с вами мимо высохшего соленого озера вот это днище и оно все покрыто плотной куркой соли смотрите проехали еще примерно час и пейзаж слегка поменялся теперь мы едем по равнине по плоскости и по горам скачиваем а спереди у нас опять какие-то горы и мы все еще по-прежнему в штате невада наш путь по неваде продолжается впереди одни пустыни и горы и колючки а пейзаж у нас вот такой по-моему прикольно вот еще красивые горки хочу вам показать и так все три дня будет не пейзаж конечно будет меняться но папка пока мы еще в неваде ну что всех поздравляю вот мы и добрались до дыры в горе под названием туннель сейчас будем нырять в туннель хоба видите труба какая я вижу свет в конце туннеля а как вы вон ряди проезжаем тут ребята решили ее не грызть эту гору а просто сделать туннель вдруг в местах они просто вскапывают ее хоп и мы на другой стороне горы шаг за шагом мы приближаемся к границе штата невада и штата юта до границы осталось примерно может быть час еще ехать но посмотрите как поменялся пейзаж теперь вот эти поля и горы не просто желтые они прям зеленые и на горах даже что-то растет а вот там я вижу вот здесь вот реально вот посмотрите это реально снег то есть представляете в середине июля в горах лежит снег вот такая история а дорога у нас ничем не примечательная просто ровнейший асфальт не шатает не колышет едем просто как будто на диване сидим вот такие вот ужасные дороги вот в этой вот загнивающей америке у нас уже время без пяти восемь и мы уже в дороге получается почти 11 часов начинает темнеть и мы приближаемся к границе штата сейчас будет граница штата и будет начинаться другой штат вот и здесь мы видим перед нами это соленые озера это те озера после которых будет софт лейк сити не софт в смысле софт лейк сити там все мигает да там казино это еще невада вон смотри не на тачках вон смотри не на тачках но я не мог просто не подойти к этому озерцу смотрите водичка-то оказывается плещется не полностью это озеро пересохло и это конечно же не озеро а вот это вот все это вот огромное когда-то было высохшее озеро это просто чуть-чуть ниже и здесь до сих пор вода под ногами белая-белая соль вот тут видно как люди ходили прямо по воде потрогаем сейчас воду на вкус а она знаете чем пахнет? она пахнет сероводородом так же как мертвое море в Израиле и там смотрите у нас есть площадочка смотровая сейчас мы пойдем туда может быть посмотрим потому что там через дорогу через трассу чуваки гоняют дрифтят по этому озеру ну вот мы и забрались на эту смотровую площадку и отсюда видно гораздо лучше смотрите вот идет трасса ветер страшный вообще ужасный а вот там смотрите огоньки и такие черные точки а это как раз машины которые гоняют по гладкой глади соли вот там людишки вон вышли сейчас посмотрим поближе вот видите вот видите они прям гуляют прогуливаются по соленому озеру по соленому озеру вот у нас на этих соленых озерах вот у нас на этих соленых озерах просто на берегу рекорды скорости и у нас уже практически темно видите сильные шумы на камере прям практически ничего не видно ни камера вытягивает мы переехали на другую сторону там где я вам показывал что люди дрифтуют и вот смотрите мы проходим через барьер тут прямо дырочку сделали проходим через барьер и попадаем прямо на соленое озеро вот это озерцо побольше чем то что увидели до этого смотрите все прям вот такие походить по соленому озеру тут короче народ видите есть такой несанкционированный съезд они с дороги съезжают и попадают прямо вот это озеро то есть здесь воды нет просто сопли просто высершая луну ну вот на сегодня наше путешествие подошло к концу мы находимся прямо в сердце столицы штата Юта город Солт Лейк Сити штат Юта и конкретно город Солт Лейк Сити являются меккой центром мормонской религии кто такие мормоны скажите в комментариях или поговорим об этом отдельно в другом видео но мы сейчас находимся на горе капиталистский холл и сзади меня здание называется капитолий а такие здания есть в каждой столице каждого штата и есть отдельный капитолий столицы всех соединенных штатов так что вот это капитолий города Солт Лейк Сити где мы собственно сегодня и заночуем а вот то же самое здание только другой ракурс вот а вот еще немного видео того же здания только с другого ракурса и рядом с этим крылом находится монумент основателю мормонской религии смотрите какой бравый чувак стоит а кто такой был этот основатель мормонской религии напишите в комментариях так что делитесь в комментариях какие ваши мысли все комментарии приветствуются сильно хитовые будут удаляться или будет такая же реакция но в общем увидимся в следующем видео спасибо что были с нами все это путешествие а я по городу передвигаюсь вот на таком самокате спасибо